Здравствуйте, друзья! В этом видео я хотел бы продолжить свой разговор о работах Дмитрия Викулова. Не, не, спокойно. Это не его работа, это моя работа. Я лично сам вот такие нужные отрукожопил, но сделал я их вот под такое вот замечательное мачете, которое, кстати, даже в кадр у меня плохо помещается. Вот так по диагонали положим. В общем, отличный инструмент. Дам ссылку внизу на видео, посмотрите, как вообще все это работает. Единственное, что я там в видео, кажется, не сделал, это я не указал вес в граммах. В общем, мачете весит 737 граммов. Грамм. 138. Но, видео не мачете. С мачете все понятно, классная штука. Все-таки свое родное рукожопство это классно, но захотелось чего-то нормального. И появились у меня вот такие вот ножны от Димы. 209 грамм. Ну, я думаю, смысла какие-то замеры делать? Нет, потому что мачете у всех разные, плюс-минус отличаются. Давайте просто так вот, близко. Я вам покажу. Я, конечно, не мастер кожевник, но даже с моими принципами, что в любом видео должна быть маленькая ложка дегтя. Честно говоря, я не нашел. Мне даже сочетание красных ниток с черной кожей очень понравилось. Согласитесь, если бы это все было прошито черным, это было бы не так богато. То есть даже здесь вот Дмитрий проявил какую-то черту, свойственную творческим людям. Ножны классического мачете вставляются вот таким вот вырезом, чтобы не делать их вот так по всей ширине вот такими широкими. То есть все отлично закрывается, все отлично сидит. Ну, конечно, мачете чуть гуляет, но я не знаю, какая должна быть ситуация. Если мы еще нож вот так вот надо проверяем, трясем, то что вы должны делать, в какой ситуации находиться ваше тело, чтобы у вас вот мачете в таком положении оказалось. Не знаю даже. Здесь реализован вот такой свободный подвес. Смотрите его ширину. То есть офицерский ремень. Сюда проходит, сами видите. О, еще столько же места остается, половина. И вот здесь вот сделана пришита колоска кожи, чтобы это можно было к бедру приторочить, в какой-нибудь веревке, к паракордам и так далее. Давайте еще раз посмотрим внимательно на все это великолепие и потом в короткое видео, как что-то смотрится, когда я находился непосредственно на человеке. Смотрите, как кто-то сидит. Причем, что самое интересное, что меня удивило, когда я первый раз вкладывал вообще мачете в эти ножны, что я не высылал Диме свое мачете. Знаете, как обычно делать? Высылаешь нож, со временем тебе присылают нож и ножны. Я просто прислал Диме вот такую картинку. Вот такую нашел, такую и прислал. С указанием размеров. И когда я распаковывал посылку с ножнами, мне было интересно. Я, честно, плохо пристроил вообще, как это должно выглядеть. Мне было интересно, потом влезут, не влезут, останется зазор, не останется. То есть я так вот их вставляю и думаю, когда же она упрется. Она не упирается, не упирается, потом раз и стало как было задумано. Так что для того, чтобы вот такую великолепную одежку сделать для моего мачете, не понадобилось даже высылать просто фотография с размерами и дальше Дмитрий сделал сам. Все как положено. Ну, наверное, это все. Смотрите, как это все сидит на живом человеке. Всем спасибо за внимание. До свидания. Все ссылки будут внизу под видео. Вот так вот весят ножны. Ширина позволяет любой ремень вставить. Для любителей крепить нож к ноге место предусмотрено. В данной ситуации, когда он закреплен к ноге, то есть ножны вообще не болтаются. Несмотря на более чем солидный вес, мачете все-таки, как вы знаете, очень даже немаленькая. Абсолютно не стесняет движений, потому что все очень плотно подогнано по ноге, по фигуре. Этот вариант мне нравится больше всего. Но если даже вы не любитель стремножить себя по ногам, то даже вот так. Но вот смотрите, его свободный подвес. Ничего страшного не происходит. Ножны замечательно смотрятся. Но все-таки Дмитрий молодец. Вот эта вот часть, вот эта, она реально облегчит вам ношение. Потому что по ноге раз, и все просто отлично. Но здесь на что может быть, конечно, это учитывая мой рост, все приходится на бедро. Если человек будет поменьше, то это будет где-то чуть пониже. Но в целом мне очень и очень все это нравится. Легко доставать, легко убирать, безопасно, очень красиво и очень функционально. И